Если вы пришли ко мне на прием и просите помощи в финансовой сфере, например, да? Вот, вы пришли с деньгами, иногда с большими деньгами. Вот вы привыкли, что они у вас лежат под ногами, как мусор. Пришли ко мне сюда, знаете, как к последнему холопу, который вам тут поможет, и всячески будет перед вами унижаться. Так вот, это не тот случай. На самом деле, сила и магия работают по-другому здесь. Если вы пришли сразу за результатом, вы хотите, что вот завтра у вас вот так пойдут деньги, такого не будет. Не бывает так, что то, что все вам обещают гадалки, колдуны, экстрасенсы, о том, что уже завтра вот вы станете неебенно популярным, у вас вот деньги пойдут рекой, все остальное, но при этом вы даже свою жопу не будете поднимать и ничего не будете для этого делать. Либо же наоборот, вы много работаете, но не делаете какой-то момент, который может повлечь за собой те или иные какие-то последствия, либо даже результаты. Так вот, к теме ближе. Если мы с вами работаем, касаемо денежной сферы, у меня нет такого понятия, как название, там, обряда, там, обряд на деньги, приворот на деньги и прочая, прочая хуйня. Нет вот этого всего. Забудьте. Это все миф. Это все выдуманная иллюзия, которую вам навязывает мир магии, экстрасенсорики, эзотерики, экстрасенсы, колдуны и вся вот эта ашушель. Не бывает это так. Когда мы приходим с вами на кладбище, вы должны четко понимать, что вы хотите. Какой должен быть результат? Не так, что я хочу завтра много денег. Нет. Там никого-то не ебет на том свете, что вы завтра хотите много денег. Вы должны понимать, как вы хотите этих денег. Как должны обстоять дела. То бишь, вы должны спрогнозировать, какие люди повлияют на тот или иной результат. Что будет за этим стоять? Что вы готовы отдать? Вы наперед должны уже понимать, что вы готовы отдать. Это очень важно. Да, могут не попросить, но вы должны понимать, что вы готовы отдать. Себя, родственника, ребенка плевать. Если вы идете и просите денег, вот вы просите дохуя денег, правда же? Значит, вы должны столько же и отдать. Не денег, а чего-то другого. Личную жизнь, здоровье, семейное благополучие, счастье, удачу, что угодно, плевать. Поймите, дьяволу не важно то, что у вас сейчас есть. Ему важно то, что вам ценно, а не то, что вам не ценен ваш ребенок, и вот вы захотели его резко отдать. Никогда его не возьмут. Им плевать на вашего ребенка в таком случае. Но если у вас ценный, например, такой вариант, какой-то близкий, знакомый, которому вы помогали, он вас поддерживает, все остальное, то, вероятнее всего, его попросят. Да, его попросят, чтобы вы его взяли словами и отдали. Может быть, такой результат. Но это обратно так и зависит от вашей просьбы. Если вы хотите результат в деньгах и в денежной сфере, еще раз говорю, славы, денег, балополучие, плевать, что угодно. Нет ничего невозможного там. Нет табу, запомните. Табу нет. Все зависит от вашего настроя. Друзья, поэтому слушайте и записывайте. Когда мы с вами работаем на погосте, первое, вы должны четко спрогнозировать цепочку событий, людей, подготовить фотографии, подготовить себя, не пить, не заниматься какими-то странными вещами, не употреблять алкоголь, наркотики и не курить на кладбище. Знаете почему? Потому что, когда вы курите на погосте, мы будем ставить с вами отку поддельную, а по факту вы и есть та отку, потому что вы будете курить в этот момент. Поэтому нельзя этого делать. Вы должны четко понимать, куда вы идете и зачем идете. И назад пути не будет. Вот есть вы до входа в кладбище, есть вы после выхода в кладбище. Это будут два разных человека. Две разные жизненные какие-то ситуации судьбы. Поэтому, друзья, если мы работаем, мы работаем серьезно и бесповоротно, и безвозвратно. И результат может наступить через неделю, через две. Но знаете одно, что дьявол любит играть. Он любит щупать жертву. А вы есть жертва. Да, вы пришли клиент, вы заплатили денег, но вы есть жертва. Это звучит страшно, но на самом деле на практике не так уж и страшно. Иногда даже приятно. Потому что вам за это помогают. То, что вы платите мне деньги, это вы платите мне за мое время. Дьяволу не важны деньги, запомните. Для него это вот просто мусор. Мусор для управления вами, мной, управления сознанием и обществом. Соответственно, когда мы на кладбище сделали весь комплекс работы, вы вот звоните на второй-третий день и говорите, Ёб твою мать, вот почему вот так у меня стало все хуже? Все вот клиенты ушли. Там вот все рабочие вот пиздец, все убегают, все как на последнее говно смотрят. Так может быть. Знаете почему? Потому что теперь дьявол играет вами. Теперь дьявол играет жизнью. Теперь дьявол решает, как у вас будут обстоять дела в финансах. Вам же важен итоговый результат. Поэтому успокойтесь, расслабьтесь и получайте удовольствие. Да, вы перессоритесь со всеми, но люди покажут свое говно вам. Они покажут свою желчь. Вы увидите, кто с вами работал, кто вас окружал. Дьявол сам сделает вот эту большую чистку. Большая стирка будет такая, знаете. Уберутся все и останутся только самые нужные. И в обмен на них придут другие люди. Это первый этап. После этого, когда вы вызовете уровень доверия на том свете, в этот момент к вам кто-то придет. Толя, да? Вот Толя придет и посетит вас, ваш дом, вашу семью. Он не придет с говном. Он придет исключительно, чтобы вам помочь. Уже договор у вас был сделан. Уже условия были названы. Вас просто посмотрят, как на обложку, на красивую, и подумают, что с вас можно слепить на том свете. И вот после этого, может быть, вы уже встанете на утро, и у вас утром пойдут результаты. Начнут звонить непонятные люди, окружать непонятные люди, которые будут нести вам деньги, то, что вы просили. Ведь мы говорим касаемо денег. Поэтому запомните, не бывает такого, что завтра на следующий день вот вы выйдете с клабища, и все у вас попрет. Не будет такого. Если вы никогда не сталкивались с чернухой, с настоящей чернухой, и с настоящим вот ритуальным колдостом полноценным, да, то это несопоставимо. Это новые эмоции, новые ощущения. Ощущение, наверное, радости, и ощущение того, что вы теперь вот можете все. Вот это и есть сила. Поэтому не стоит бояться. Если вы решили, вы делаете. Не бывает белых ритуалов на деньги. Это все говно и полная хуйня. Потому что вот это очка замывательства. Когда вы видите иконы на заднем фоне, вам предлагают сделать на деньги. Это тоже все пиздежь. Потому что иконы можно использовать и в черной магии. Есть отделы ретничества, да. Поэтому прикрываться иконами выгодно. Потому что без лоха и жизнь плоха. Если вы верите в то, что вы с помощью белосвета можете добиться какого-то результата в деньгах, вот вам. Не добьетесь вы. Потому что там не любят деньги. Там любят, чтобы вы пожизненно унижались и читали, что я раб, раба божья. Вот я буду унижаться и буду ползти раком перед той иконой. И буду просить этих денег. Я восьмин, когда дадут. Не дадут. Не дадут, потому что будете унижаться всю жизнь. На хлеб, может быть, и дадут. Задумайтесь. Задумайтесь.